МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать наших новых зрителей в странах СНГ, Украина, Россия, Европейская часть России, Молдавия, Белоруссия, Прибалтика. Мы приветствуем вас. Спасибо, что вы нашли импакт. Некоторые из вас были в поисках определенное время. И то, что вы нам говорите и пишете, когда вы нашли импакт, то есть вы конкретно подсели на этот телеканал. Почаще останавливайтесь, почаще встречайтесь с нами. И гарантируем вам, что вы не пожалеете буквально десятки тысяч часов прекрасного видеоматериала, который мы располагаем. Это будет благословением, назиданием, интересом для многих из вас. Не просто информацией, но мы евангельские христиане, которые говорим о том, что вне Иисуса Христа нет жизни. Не Иисуса Христа, плохое настоящее, будущее еще хуже. Поэтому, друзья, встречайтесь с нами почаще. Поэтому я сегодня рад предоставить своего друга Александра Блинова, Денвер, Колорадо. Приветствую, Алекс. Приветствую. Доброе утро вам. И добрый вечер вам. И добрый вечер, да. Знаешь, Алекс, как я люблю говорить о том, что в некоторых случаях Дух Святой, которым мы руководимы, который живет в нас, Дух Святой углубляет отношения людей, углубляет. И в церкви это нормально и правильно, когда углубляется отношение между служителями. Ты служитель Нового Завета. Не буквы, но Духа. Так говорят слова, да. Вы служители Нового Завета. И знаешь, что Господу нравится? Господу нравится, когда мы ищем отношения с Ним, даже не из-за того, что мы занимаем какой-то офис в церковной иерархии. Не обязательно нам занимать офис в церковной иерархии для того, чтобы искать отношения с Богом. Достаточно любить Бога, достаточно любить Его Слово, Достаточно любить его народ, достаточно любить его дело. И этого вполне достаточно для того, чтобы Бог вознаграждал уже за такую верность в служении ему. А то, что человек имеет какое-то церковное служение, как мы говорим, держит церковный офис, это нормально. Это как следствие отношений, но не наоборот. Я заполучил, я уже сижу где-то в чем-то или на чем-то, а мне же надо уже и Бога-то искать, потому что я там диакон церкви. Ты являешься служителем Словом. Ты служишь. Ты служишь проповедью. И Бог дает тебе определенные откровения. И та тема, к которой сегодня я глубоко верю, она будет благословением для наших зрителей. Ряд из которых проходит и трудности, и переживания, и гонения, и скорби. В ряду нашего человеческого жития-бытия, в ряду, мы говорили с тобой до эфира, общаясь, о том, что есть место и для того мной перечисленного, но и есть место для того, чтобы были праздники в нашей жизни. И вот в процессе нашей жизни мы встречаем одно, второе, третье. И очень важно быть в роли победителя, то есть побеждать. И вот как достигать в этом процессе побед, об этом мы и будем говорить. Побед над трудностями, над испытаниями, над искушениями, над скорбями, над проблемами. В жизни христианина есть место для всего, как мы и говорили. Но по большому счету я где-то в глубине, я верю, что все-таки мы должны как христиане, которым так много дано, мы должны все-таки иметь больше праздников, чем долин. Больше праздников должно быть. Я не говорю о календаре церковном, я не говорю о приближающейся Пасхе или ушедшем Рождестве, я не об этом говорю. Я говорю о праздниках, о том, что все-таки мы должны быть более на высотах и в Боге, и с Богом более радостны, чем постоянно угрюмые, 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 угрюмые. Смотри, есть такое место деяния святых апостолов, труд апостола Павла. Это 20 глава. И незадолго после этого Павел направлялся в Рим. Почему? Ему было откровение. Ему советовали братья и его сослужители, что все-таки в Рим не идти. Но Дух Святой явился однажды ему и сказал, что тебе еще предстоит много работы в Риме. И вот он отправился в Рим. По влечении Духа он шел в Рим. Ну и на пути туда, вот он проходил места. Из Мелита же послав Лефес, он призвал пресвятеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им, вы знаете, как я с первого дня, который пришел в Асию, все время был с вами. И вот 19 стих, очень интересный стих. Работая Господу, работая Господу, когда он трудился в церкви, когда он трудился с людьми, когда он взращивал служителей, просветеров, когда он поставлял по многим местам просветеров, рукополагал епископов, написано, работая Господу. Он говорил, что он работает Господу. Не человеку. Не человеку. Он не был поставлен человеком. То есть Божьи интересы преследовал. Совершенно верно. У него не было никаких других интересов, никакой другой мотивации. Он называет это работая Господу. Если бы мы, Александр, если бы каждый из нас, из служителей, понимал, что все, что бы мы ни делали, в наших деяниях, в наших работах, в наших трудах, в наших бдениях, в наших молитвах, мы делаем Господу. Ряд мест Писания говорит, что бы вы ни делали, делайте как для Господа, а не для людей. Поэтому вот, работая Господу, и как он работал Господу? Со всяким смиренным мудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлением иудеев. Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Возвещая иудеев, и дальше он говорит, и еленом покаяния пред Богом, и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Так вот, как он работал? Работал Господу со всяким смиренным мудрием. Работал со многими слезами, среди искушений. Так вот, нам бы хотелось, чтобы наша жизнь, она, это, как некто сказал, жизнь христианина, это сплошное удовольствие. Это увлекательное путешествие. Ну, лирически оно красиво звучит. Лирически оно красиво звучит. Но на самом деле мы сталкиваемся более с суровостями, с суровостями жизни. И как побеждать в этих искушениях? В конце концов, апостол Павел оказался победителем. Оказался непобежденным. Оказался во всех тех обстоятельствах, которые его встретили, он остался титаном веры. Героем веры настоящей. Он оказался победителем. И так, в свою меру, знаю и ты, и я, каждый из нас, Александр, мы проходим какие-то сложности и трудности в нашей жизни. Нам бы этого не хотелось. Но, чем не менее, все-таки мы стремимся к победе. Тебе слово. Может быть, вы сказали такую мысль, как-то там пару секунд назад, что это увлекательное путешествие, как некто сказал, да? Ну, можно на начальных этапах, но так и есть. Есть моменты, которые начинают увлекать. Ну, и просто, если ты искренний перед Богом, то начинает, ну, нравится погружаться в Слово, в Бога, туда дальше. Но, чем глубже идешь, тем больше начинаешь понимать, что это не просто еще увлекательное путешествие. Это серьезно. Это узкий путь, на самом деле. И там все есть. Там есть и взлеты, и там же есть вот эти вот моменты, что вы читали. Многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. И хотелось бы, чтобы такого вот не было каких-то, ну, тяжких моментов. Ну, они присутствуют. И, может быть, какой-то промежуток времени назад бы, я бы сказал бы, к сожалению, не присутствуют. Но склонен на данный момент все-таки согласиться, что и это является тоже Божьей милостью в жизни ищущего Бога человека. Потому что все эти вещи, если человек искренен перед Богом, да, то оно помогает, ну, еще плотнее к Богу прилепиться, еще плотнее к Богу взыскать, сильнее. То есть в испытаниях определяется стойкость нашей веры. Я так понимаю, это первое. Стойкость нашей веры, твердость нашей веры, непоколебимость нашей веры, оно не определяется на Мексиканском заливе. Там, где белый песок и яркое солнце, вот именно оно, наверное, в шторме и определяется. Все-таки моменты, да, так оно и есть, в шторме оно определяется. Просто, когда оно все тихо и спокойно, в большинстве случаев свойственно людям, человеку, как бы, ну, так, тоже входить такое, ну, в спокойное движение. Но когда оно начинает поднапрягать в жизни, ну, разные моменты, да, вот эти вот, с многими слезами, среди искушений, то оно, ну, и мотивирует тебя искать еще сильнее некого настоящего, которым ты можешь и удержаться среди всего этого, понимая, в очередной раз, понимая, что не я центр земли. И, ну, на том, что было вчера, я не проеду уже. Мне надо сегодня настоящий Бог, который меня выведет и проведет дальше. Есть такое в псалмах, мысль такая одна о народе израильском. Там где-то 70-е, 60-е, псалмах, ну, где-то там, когда Бог их вывел из Египта, но они там восхищались Божьими чудесами, Божьей рукой. А потом через время написано, что искусили Бога в пустыне необитаемой, потому что забыли. Вот слово забыли, забыли. То есть, получается, год назад они помнили, а год спустя, ну, там, Бог дал им воду, Бог им дал, ну, Он давал им, да, но все давал там, да. И все необходимое для жизни в необитаемой пустыне. И вот с ними случился такой диагноз – забыли. То есть, вот это вот забыли свойственно всем людям, свойственно мне, свойственно любому человеку. Что сегодня я помню, сегодня я крепко держусь, да, Бога. А через года три, например, оно все так, ну, нормально, всю жизнь не стала нормально. И все. И ты постепенно, оставляя то, в чем ты пребывал, окунаешься в эту суету дневную, в житейскую, и автоматически начинаешь забывать. Как бы помнишь, да, в разуме ты помнишь, ты не можешь забыть многих моментов, но сердце начинает охладевать. То есть, понимая следующее, что слово «забыли» относится не сколько к этому, а сколько к вот этому внутри. Да. Забыло все. И когда вот человек забывает, вот тут он, ну, он и расхолаживается. Поэтому… Если оно, если оно работает в области ума, но не входит в сердце, есть еще шанс, что все-таки человек осмыслит, осмыслит, остановится, переосмыслит, и все-таки возвратится снова. Вот. Но если оно уже опускается с области ума в сердце, а оттуда уже начинает исходить все. Да. Оттуда уже, как источник, оно уже бьет ключом весь негатив из сердца. Поэтому это очень важно, ты подметил, что оно не просто на уровне там человеческого разговора, оно укоренилось уже в сердце. Противление Богу. Ну, смотри, Александр, получается, что слишком сильное противостояние нам, слишком сильное противодействие, с которым встречается христианин в жизни, что обязательно, постоянно надо быть на чеку. Постоянно какие-то противодействия, постоянно какое-то противление, противостояние нам, что нам обязательно какие-то испытания, какие-то обязательно скорби, что нам надо из одной победы в другую победы, из одной битвы в другую. Сражение, только одно завершил сражение, уже второе приближается на горизонте. То есть, постоянно, то есть, мы, это так получается? Или как у тебя? Нет, да? Ты так не думаешь? Так не думаю. Спровоцировал тебя. И вижу, что в жизни оно не совсем так. У нас-то ведь Бог весьма милостивый, человека любивый и много милосердый. Помните, да? Написано. Он так о себе сказал Бог перед Моисеем. Да. Я как-то, помню, с братом Владимиром Лободой из нашей церкви беседовал лет шесть назад. Я вам уже рассказал об этом случае, что я ему тоже подобный вопрос задавал. Говорю, что неужели одни такие вот подъемы-подъемы, и, ну, и, в общем, надо только сверх своих сил пытаться вот выжить и вылезти, победить. А где же привалы в жизни? Ну, где-то ж отдохнуть-то ведь хочется, но как-то увидеть какую-то радость. И он, ну, просто так сказал обыкновенно, утешительно, говорит, да, привалы в жизни христианина есть, они будут. То есть, если искренне Бога ищешь, когда-то подъем, а когда-то привал. Потом подъем, ну, не пожизненный привал и не пожизненный подъем. Да, и оно у меня как-то, мне понравилось это слово, в принципе, по-человечески, я не знаю как, просто понравилось. И заметил, да, что в жизни оно так, временами подъемы, временами ты просто говоришь и молишься, и искренне перед Богом, Боже, спаси, выручи и поддержи, я уже все, ну, моих сил не хватает. А временами раз, и классно, облегченно вздыхаешь и думаешь, неужели? Неужели такое могло произойти, что так все классно и легко, когда два месяца назад ничего даже не предвозвещало этому всему. И интересно, что он даже силен давать эту легкость, даже не изменяя, ну... Обстоятельств. Центральных обстоятельств вокруг тебя. То есть что-то меняется, что-то облегчается, но как бы основные, может быть, моменты, которые тебе причиняют немаленькую некомфортабельность в жизни. В Оргу-Львинном, типа, ну, Даниила. Ну, я думаю, там у него жестче. Экстрим. Жестче был экстрим, да. Но могут обстоятельства сильно не меняться. Ну, покой, который приходит от Бога, ну, Он тебя поднимает выше твоих обстоятельств. Да. И... Вот апостол говорит о том, чтобы дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущим, гибнущего, хотя и огнем испытываемое золото, вот, испытанная вера. В каких моментах Бог испытывает нашу веру? И куда нас Господь поднимает или вводит для того, чтобы испытать веру человека? И у нас есть два выхода в испытании веры. В испытании веры есть два выхода. Или проходить это испытание. Точно так, как Давид говорит, проходя долиной смертной тени, не убое у зла. А Асавха говорит, проходя долиной плача. Проходя. То есть, ключевое слово... Проходя. Это проходя. Ключевое слово – это не долина смертной тени. Потому что каждый из нас постоянно находится... Мы каждый день умираем. В Писании говорит. То есть, мы каждый день умираем. Практически. Если кто-то не для себя, так умирает физически. То есть, каждый день человек встречается с каким-то видом или разновидностью смерти. Разновидностью. Заболевает человек. Знаешь ли ты, что миллионы людей ежедневно получают диагноз смертельный? Миллионы. На планете Земля. Миллионы людей. Я когда узнал эту статистику, это поражающая статистика. Миллионы людей получают весть о том, что они смертельно заболели. И ежедневно. Я когда услышал, думаю, ничего. То есть, каждый день мы встречаемся. Мы встречаемся с этим. Мы встречаемся с плохими новостями. Мы встречаемся с прогнозами плохими. С диагнозами плохими. То есть, но ключевое слово не в том, что мы с этим встречаемся. А ключевое слово – это... Проходя. Что мы в этом делаем? Проходя. Проходя. Я как-то делился в одной из церквей, что в наших вот этих походах, как только мы в нашем движении, как только мы остановились, это прекрасная почва и прекрасное время для дьявола. То есть, нанести нам ущерб и урон. Но вот именно, Давид говорит, проходя. 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 И мой поинт какой, что... Как проходить. Как проходить. Совершенно верно. Потому что вот, когда проходишь, в этом-то и достигается процесс победы и успеха. И результат, как именно в эпицентре вот этой смертной тени, в эпицентре этой долины, в эпицентре твоих скорбей, в эпицентре сложностей, трудностей, в эпицентре землетрясений или наводнений, в эпицентре. Ты становишься победителем. То есть, ты становишься выше того всего, что окружает тебя. Это так, как Христос встал, написано, и запретил. Вот в чем секрет был его. И запретил. То есть, там победа была не в том, что там... Ух, наша жизнь сохранилась. Наша жизнь. Слава Богу, мы вот души свои спасли. Но, там был другой вид победы. Встал и запричил. То есть, ну, тебе слова лучше. Слово, которое имело власть и авторитет, да? Совершенно верно. Которое исходит от послушания Богу. Как проходить? Для меня, я вижу, с одной стороны, это элементарно простой ответ, с другой стороны, это... Невероятно сложный. Да, в принципе, нет ничего сложного. Ну, и как... Ну, anyway. Есть такая фраза одна. Она недавно-таки не часто в Слове Божьем фигурирует, но она имеет свое место. И довольно-таки она серьезная для меня, эта фраза. Это говорил Давид, это говорил Христос, и это же говорил Моисей. Может быть, еще кто-то эту фразу употреблял. Не исключаю, потому что по-другому тут, ну, никак нельзя в жизни. Если мы хочем пройти эту долину смерти, смерти тени смертной. Давид говорил, всегда я видел перед собой Господа. Ибо Он. Ибо Он одеснуй меня, потому не поколеблюсь. Я не поколеблюсь. Христос в третьей или второй главе Деяния, о нем тоже написано, что Он так же сам оговорил Деяния. Вот я сейчас прочитаю это место сами. Вторая глава, 25 стих. Ибо Давид говорит о нем. Видел я перед собой Господа всегда, и Он одеснуй меня, табы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое. О нем, это говорится, как о Христе. О нем заметили? Ну, конечно, да. То получается, у Христа так же самая участь была. Чтобы ему было не поколебаться здесь на земле, ему надо было видеть перед собой у Господа постоянно. Удивительно, думал, для Божьего Сына те же самые правила. Ну, как бы оно ни звучало резко, правило, но то же самое направление. Тот же принцип. Тот же самый принцип. Да. Моисей написано, ибо Он, как бы, видя невидимого. Помните, да? Да, конечно. Верой Оставил Он Египет, 11 глава к евреям, не убоявшись гнева царского, ибо Он, как бы, видя невидимого, был тверд. То есть, когда Он выводил народ израильских, там, 2-3 миллиона человек, довольно-таки напряженная ситуация. И чтобы ему не поколебаться, чтобы ему быть твердым в словах, которые Бог ему давал тоже, да, перед фараоном говорить, ему один вариант только оставался. Видеть, ибо Он, как бы, видя невидимого. То есть, видеть постоянно невидимого, идущего перед собой у Бога. И это давало ему твердость идти дальше. Хотя и были моменты, где Он там и вопил, помните, около Черного моря, в Черного море, сидя там, ну, помните, эту ситуацию. Но, опять же, вытягивало его, видя невидимого. То, что и Давида. Что это в нашей повседневной жизни значит? Это элементарно просто, просто ежедневное богоискание, искреннее богоискание. Как-то опять тот же самый Давид, мне так нравится этот стишок, в первой паралипоминон, в последней главе он молился. Это уже незадолго до его смерти. Там, где они жертвовали сильно много денег на золото, на храме, серебра, и железо, и меди, и всего. И там Давид свою молитву говорил перед Богом, и он такую мысль сказал, знаю, Господи, что Ты испытываешь сердца и любишь чистосердечие, чистосердечие. Как-то меня задели эти слова, и думал, Боже, как оно все получается опять элементарно просто. В жизни ищущего Тебя, человека, основной принцип должен быть у меня в жизни чистосердечие, мои чистые мотивы. Если я хочу рассказывать постоянно, например, стих в церкви или проповедь, я говорю, какой мой мотив для проповеди за кафедрой? Проповедь, то есть мотив мой, чтобы сказать проповедь, Слово Божье, открыть и прочитать в церкви, чтобы как бы... Научить людей? По максимуму обратить взор людей на Бога, ну, со всем своей страстью или желанием, приложившей к этому и проповеди, и просто, ну, ну, по максимуму просто упросить или застать, не то что застать, упросить, ну, направить внимание людей на Бога. Или же просто красиво, ну, какую-то мысль такую попытаться выложить так, чтобы людям понравилось и не сказали, о, вот это вот Алекс или Саня, он, ну, ну, да, хорошо копают в слове, хорошее откровение. Какой мотив моих действий? То Богу нравится чисто не то, что нравится, он любит, он любит чистосердечие. Если мои мотивы просто, ну, выйти на сцену и сыграть, это, ну, просто, ну, просто показать себя, как вот у меня хорошо получается, или же это перед Богом все делается. То есть основной мотив чистосердечия перед Богом, перед Богом, перед Богом, то, получается, в богоискании для меня основополагающий момент, как бы фундамент, это чистосердечие перед Богом. Понятно, что на каких-то этапах, особенно начальных, там, эти мотивы все они, они, ну, ну, они неправильны перед Богом. Хотим мы этого или не хотим, мы же все пораженные грехом люди, правильно же, ведь нам это все досталось по наследству, этот грех, да. Но Слово Божие, так же говорят евреям, там, по-моему, в 4 главе, что Слово Божие проникает до... Да, разделения. До разделения. Ничего страшного, если я прочитаю. Конечно. Да, до разделения души и духа. Состава мозгов. И судит помирение, намерение и помышление сердечное. И судит помышление и намерение сердечное. Вот эта вот задача Слова Божия. То есть, чтобы достичь мне чистосердечия, опять же, я хочу, чтобы мы оставались на этой мысли, проходя долину смертной тени, чтобы ее пройти, нам для этого необходимо Божье Слово. То есть, всегда я видел перед собой и Бога, но это все элементарно просто. В наше время, когда у нас... Я не беру 1500-е годы или 1200-е годы, когда был дефицит этого слова. Очень большой дефицит. И, думаю, не ошибаются люди, когда говорят это темное средневековье. Да. Есть такое выражение. Мне кажется, даже в школе я, когда учился в советской школе, там говорят такое темное средневековье. То сейчас же, что у нас уже не темное средневековье, у нас вот этого слова в домах наших, ну, его хватает. И, там, может, по несколько переводов его есть. Достаточно даже одного синодального перевода, чтобы видеть Бога всегда перед собой. То основополагающее в богоискании – это Божье Слово, от которого отталкивается все остальное. И наши молитвы отталкиваются. И это же Божье Слово при содействии Божьего Духа, Святого Духа, оно выставляет наши... Приоритеты. Приоритеты и корректирует наши мотивы. То есть, я сам по себе свой мотив я не могу исправить. Ну, у меня лично не получилось. Я не знаю, может, у вас получилось в жизни вашей, если вы вспомните, или 30 назад. Но у меня этого не получилось. Получилось Божьему Слову начать корректировать, обличать, показывать. И, опять же, когда она обличала, она указывала выход на Христа. Что, обращаясь ко Христу и принося Ему свою грязность, то есть, ну, принося Ему свои мотивы, которые были неправильны, но в свете Слова Божьего они высвечивались, да. Бог был способен обрезать, Бог был способен изменить, Бог был способен прокорректировать и продолжать этот процесс. То, опять же, важно, чтобы пройти ту долину смертной тени, пройди, проходя, да, это всегда видеть перед собой Бога. Это значит дисциплина и благодать. То есть, я уже... Вот, смотри, Александр, является ли участью каждого человека без исключения христианина, рожденного свыше, процесс трудностей, испытаний, гонений, притеснений, скорбей, унижений, уничижений, участью всех без исключения? Или это участь только особой, ну, не применю этого слова касты, но особой категории людей у Бога, который хочет так их взрастить, проведя через это, чтобы сделать из них кого-то или что-то угодно ему? Или это без исключения для всех? Понятен вопрос? Помните седьмую главу Матфея? Мне бы хотелось, чтобы это... Матфея – это Нагорная проповедь. Да. Хотелось бы, чтобы вот этой участи и вообще не было, с одной стороны. Ну, верю, что в Царстве Небесном, в Царстве Небесном, в Божьем Царстве, да, там этого не будет. Но, к сожалению, здесь на земле по ходу дела, невооруженным глазом посмотреть вокруг себя, многих людей это постигает. А седьмая глава Матфея говорит в последней стишке об общуту мыслей, говорит, что хотят люди или не хотят. Но в жизни каждого человека рано или поздно, в начале, в конце или в середине, где-то, ну, приходят штормы. Только разница между вот этих вот людей, у них дом стоять, продолжать, потому что основа была на камне. Но штормы приходят-то ведь на него. Приходят, да. Другой дом разрушается, потому что основа была на песке. Но штормы тоже, получается, и в жизнь того приходят. Каждый человек строит, правильно? Каждый человек строит в своей жизни что-то. А не что-то, ну, каждый, что хочет, то и строит в своей жизни. Но поинт штормов, то есть факт, факт в том, что эти штормы приходят, хотим или не хотим, они приходят по ходу дела в жизнь и в судьбу каждого человека. в той или иной степени. Так вот, когда девятый вал, я это называю девятый вал, это из знаменитой картины. Если я не ошибаюсь, Айвазовского, помогите мне, зрители, вспомнить. Девятый вал, шторм, это уже, ну, когда говорят девятый, это уже вершина, то есть выше не может быть. Тогда, когда же переворачивают шлюпку вверх ногами. Так вот, когда приходит этот девятый вал, ты верно подметил, что всегда я видел перед собой Господа. Это якорь, якорь безопасный, это якорь, который за который мы, который держит нас. Вне этого, то есть, человек ломается, вне этого человек, то есть, практически не просто надлом, а он держит, то есть, он держит кораблекрушение. Вне этого кораблекрушение в вере, к сожалению, к глубокому великому прискорбию, то, что постигло целый ряд христиан, служителей, семей, отцов семей, детей, кораблекрушение, катастрофа. То есть, хуже уже быть не может. То есть, там уже идешь прямо на дно, прямиком или тупиком идешь на дно. Так вот, даже в последний момент, даже в последний момент, это к тому, что мы служим такому Богу в наших скорбях, в наших долинах, в наших трудностях, в наших смертях. Мы служим такому Богу, который, вот это лосо, лосо, это есть такое, есть такой вот, есть такой предмет, Или спасательный круг. В самый последний момент ты можешь ухватиться за этот спасательный круг. И что интересно, что только Бог может это сделать. Один Господь это делает. И только Бог может в самый отчаянный момент протянуть руку помощи. Потому что дьявол в противовес. Вот когда ты на краю пропасти, от начала, и лжец, и отец лжец. Когда ты на краю пропасти, и твоя рука на картинах, в картинках, в видеозарисовках показывает, когда человек уже на краю пропасти, ноги уже над пропастью, а там бездонная глубина. И когда он держится еще, потом одна рука уже, и он на одной руке. Что делает дьявол? Дьявол подходит, наступает грязным сапогом на твою ладонь и сталкивает тебя в пропасть. Господь же наоборот делает. Он протягивает руку. Он не грязной ладонью, то есть сапогом, для того, чтобы погубить человека. А он собственной рукой протягивает руку и вытаскивает. И в этом надежда для человека. В этом то и есть, не то что парадокс, но в этом то и есть изящество, изящество и красота христианства. Даже, даже Аллах, Ислама не предлагает этого. Даже Аллах, Ислама. Даже мусульмане в своем Коране, они этого не найдут. Но христиане находят это. Массы примеров, массы случаев, когда в самом, что не есть, безвыходном, есть выход. Казалось, в самом колеблюемом мы находим непоколебимое. В этом то и есть красота подлинного христианства. Красота настоящего христианства заключается в личности. И этой личностью является Бог. Бог, Иисус Христос. Вне этой личности христианство, оно становится в ряду всех остальных, в кавычках, учений, философий, теорий, заблуждений, обольщений. Если не было бы личности, мы бы стояли в одном ряду со всеми выше мной перечисленными. Но в этом то и есть секрет, и, как я применил это слово, в этом то и есть красота христианства, что во главе стоит личность Иисуса Христа. Вот почему даже Писание говорит, что Он был искушен во всем, испытан во всем, кроме греха. И может искушаемым помочь. В этом то и есть ключ, как мы говорим, ключ к победе. Вот когда в самой, что не есть, невыносимой нашей трудной судьбе, невыносимой, трудной, неописуемой. Людьми может быть незамечаемой, но даже в этой глубине, то есть Бог видит нас. Бог видит нас. Я, Алекс, люблю говорить о том, что Бог соблаговолил в своей величайшей не просто мудрости, премудрости. Потому что есть мудрость, а есть премудрость. Ни один из людей премудрости не имеет. Это характеристика и атрибутика только Бога. Мы должны достигать мудрости, мы должны получать от Бога мудрость как дар. Ну, это все, вот, мудрыми быть и прочее, нарабатывать мудрость в процессе жизни. Но мы никогда не станем премудрыми. Так вот, в своей великой премудрости Бог соблаговолил одеть вот эту плоть, мою плоть. Иметь такие же глаза, руки, голову. Слово стало плотью. Говори громче. Да, можешь смело говорить, потому что ты этого слова не бойся. Это сильная слабость. Да, для чего? Для того, чтобы одним из, да, конечным результатом спасения, конечным результатом жизнь вечна для всех нас, конечным результатом его жизнедеятельности, его жизни, его учения, его смерти, его воскресения, его вознесения, конечным результатом это спасти человека, это сделать церковь себе, возлюбленную себе, невесту себе, конечным результатом. Но, но, но в промежуточном, в промежуточном этим он показал для нас, что я там был. Я там был. Я плакал так, как и ты плачешь. Я уставал, изнемогал, как и ты изнемогал. И когда мне было весьма тяжело, уснул на корму. На корме. Во время шторма. Это серьезно было. Вышел из себя. И такое было. И такое было. Отчуждение, одиночество. Повели его, к своим пришел, вывели за город, хотели свергнуть. Написано, прошел невидимым среди них. Потому что еще не время было. И там даже, даже и там он победителем вышел. Даже и там. Будучи один среди огромной толпы. То есть, он там был. Он был там. Он видел, он знает. И вот почему написано, что может искушаемым помочь. Помочь. В этом то и есть вот этот спасительный круг в бушующем море. Может искушаемым помочь. меняешь. Меняешь, что еще больше всего. Ну, это может отвлечение будет насчет слова, которое стало плотью. Удивляй. Слово, которое, через которое все начало быть и ничто не начало быть. Слово, которое как-то, по-моему, Давид или кто-то там восхищался в Псалме в 148-м или, ну, где-то там восхищалось, говорил, послал слово твое к народу израильскому. Да. И не сделал ты того никакому другому народу. То есть, слово дал в те времена. Слово, как букву, которую они читали. Кто-то оттуда откровение черпал, а кто-то, ну, кто-то, видя, как закон может быть. Да. Ну, и в любом случае слово, которое в одно время стало плотью на этой земле обитала с нами. Слово, которое до этого оно, ну, ведь то же самое слово говорило за всякий грек сделанный. Ну, не за всякий грек, за, ну, за что-то смерть, за что-то наказание какие-то, да. Ну, за грек, грек же после грек смерть. И это же слово воплотилось, и это же слово умерло, получается, воплощенное за мои грехи. Да. То есть я как бы, ну, я не знаю, я когда вот вновь и вновь прихожу к этому моменту в своих размышлениях перед Богом, думаю, это просто, Боже, как-то удивительно не особо помещается сюда, но, но это, это же факт, это же так же и есть, что слово, которое было, ну, которое даже могло и осудить человека, да, и оно могло осудить человека, слово Божье, слово, оно воплотившись умерло за человека, проливши свою кровь, не мою кровь, свою кровь, на кресте за мои грехи, за меня. Вы, ну, следуйте тому, что я сказал. меня это весьма удивляет, Божьи милости и Божьей любви, потому, и как-то тронули ему, что дьявол есть человека-убийца от начала, от начала, а о Боге же написано, что он есть человеколюбивый, человеколюбивый, вот и разница, человеко-убийца, человеколюбивый, ну, мы, к сожалению, в большинстве случаев люди, мы, я имею в виду людей в общем на этой планете, верим очень часто лжи, потому что, ну, не хотим, или, я не знаю, может, какая-то вот ленность есть, не хотим окунуться в Божий свет, понявши, что Бог есть человеколюбивый, тот, которому, вопреки всех наших, что бы в жизни бы нас не постило, каким бы девятым валом бы не накрыло, будучи ты в вере или не в вере, находился верующим или неверующим ты был человеком, какие бы обстоятельства бы в жизни не случились, но пока есть дыхание в твоем носе, в твоих дозрах и в груди, да, у тебя есть шанс открыть это слово и, ну, обратиться к Богу и поверить, что Бог есть человеколюбивый, и пока ты живешь, Бог тебя хочет спасти, пока у тебя есть дыхание на этой земле, Бог на твоей стороне, Он тебя хочет вытащить из, ну, просто вытащить, просто спасти твою душу, и я потерял свои мысли. А я не потерял, вот смотри, что последняя статистика позавчерашнего дня, она настолько позитивна, она настолько позитивна, повлияла на меня, когда я услышал об этом по Украине, что 65% опрошенных, 65-67, по-моему, то есть на сегодняшний момент церкви и Слову Божьим доверяют из жителей Украины. Доверяют? Доверяют. Слава Богу. 65 или 67%, вот где-то вот в таких пределах, 65 или 67%. О чем это говорит? Действительно, что как результат испытаний, как результат того, что происходит сейчас Богом допущенного, но культивируемым дьяволом, этот дьявол культивирует убийство, мы же понимаем, что это его цель убить, украсть убить и погубить, расчленить его, разделить, осирочить, овдавить, то есть это работа дьявола, по большому счету мы прекрасно понимаем. И вот, и когда во всех этих испытаниях люди обращаются, люди смотрят на слово, люди смотрят на церковь и доверяют этому, что все-таки это как свет в конце тоннеля, это как что-то такое, что единственное притягивает магнитом человек, что дает надежду, что дает надежду. И это прекрасно, это потрясающе, это очень хорошая статистика. Если бы так все мы понимали, если бы мы понимали, вот североамериканский наш континент, к сожалению, глубокому, не менее к прискорбию, говорит о том, что когда экономика шалтай-болтай, вот что интересно, Александр, когда был 11 сентября 2001 года, церква в Америке были переполнены, переполнены. Церква в Америке были переполнены, потому что люди увидели, что такая незыблемая, непоколебимая, неделимая великая держава, как Америка, она настолько казалась, хрупкая в лице угрозы терроризма, настолько хрупкая, и не защитили вот эти вот противоракетные защиты, не защитили ничего. То есть против терроризма, невидимого, мы оказались, как Америка, беззащитна. И люди увидели, люди потянулись к церкви, потянулись. пастыря, с которыми лично я с американским общался, церква были, говорит, наши переполнены. Люди, которые десятилетиями не ходили в церковь, они возвратились. к сожалению, этого хватило на первых 6-7 месяцев. Затем мы окрепли, затем мы укрепились, затем мы снова в Ирак отправили, мы талибан в Афганистане разбомбили, затем мы начали снова бряцать оружием, затем мы почувствовали порох в пороховицах, как у Тараса Бульбы. Так мы же и снова мы ушли от Бога. По большому счету, в этом-то и трагедия христианства, что когда все хорошо, когда везде свет, когда солнце, когда безбрежный океан, когда все улыбаются, когда в кармане наполняется периодически, мы проверяем насчет и видим, не убывает, но прибавляется. К сожалению, сердце человека грубеет. Так не должно быть. Так не должно быть. Должно быть все наоборот. Когда почему в Старом Завете Господь предупреждал через пророк. И когда в тебе будет это все, и когда житницы твои будут наполнены, и когда стада твои будут богаты, и когда пастбища твои будут населены животным миром, то есть дабы не забыло сердце твое, не грубило сердце. Совершенно верно. Вот. А оно получилось наоборот. И Бог, для чего Господь это делает? Я веду мысль. И Господь снова допускает это. Он может, если это мы говорим в размере семьи, он опускает семью, допускает, не опускает, Бог не опускает, дьявол опускает, Бог допускает поместить семью в тиски, или человека в тиски. Не с тем, чтобы он был подопытным кроликом, не с тем, но дабы испытанная вера ваша оказалась, испытанная, вера должна быть испытана. это в рамках семьи, это в рамках личности, в рамках христианства, это в рамках церкви, если хотите. Насколько эта церковь неделима. Вот смотришь, там и сям что-то происходит, какие-то недоразумения, какие-то треволнения, какие-то неустройства. Почему? Бог допускает это. И как мы отреагируем, как мы будем реагировать на то, что вот такие испытания, такие трудности, недоразумения какие-то, несогласия, или разномыслия, или разногласия. Как мы реагируем на это? Или это сплачивает семью, сплашивает человек, объединяет снова, и фокус мы все-таки на Бога, к тебе, по тебе томится плоть моя, тебя жаждет душа моя, в земле пустой и сокшей и безводной. То есть или же или наоборот ожесточает сердце. Это я говорил за семью, это я говорил за человека, это я говорил за церковь, а в целом нация, в целом как государство. Почему, как я говорил, мне очень понравилась статистика опрошенных, почти 70%, 67 там или сколько, они поворачиваются к Богу, то есть взыскали Господа. Это слава Богу. Это здорово, это здорово, поэтому в этом то и ключ, как мы говорим, для победы. В этом то и ключ победы. Если перепробовал человек все, он попробовал одно, не работает, попробовал второе, не работает, пошел к психологу, не работает, пошел к врачу, не работает, остается еще что-то. и вот вот этим что-то, а мы говорим это кто-то, становится Господь. Ты верно подметил, даже из числа наших зрителей, ищущих Бога, у нас есть таких немало, ищущих Бога. Буквально на днях я получил один имейл, где-то из стран СНГ, один из имейлов, когда женщина говорит, помогите найти церковь, душа болит, она так пишет, душа, говорит, болит, помогите церковь нормальную найти, то есть для того, чтобы как-то Бога искать или как, и в этих случаях, почему Господь даже допускает, почему душа болит, потому что мы говорим душа-то христианка, душа-то по большому счету, это тот внутренний элемент Богом созданный для общения с Богом, и когда этот цепь разорван, общение с Богом, душа, она будет болеть, она будет скорбеть, и человек может проходить большие трудности в своей жизни, пока он не возвратится лицом, как мы говорим, к Богу. Да. Об этом относительно вот этой женщины, что вы говорили, удивительно, слово Божие то же самое, если мы ходим во свете, подобно, как и он во свете, Бог во свете, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, то есть следствие нашего богоискания будет всегда то, что нас будет влекти к людям, которые тоже ищут Бога, то есть в общении с верующими людьми будет нас влекти, то поэтому это нормальный такой естественный момент, когда люди просят помогите найти церковь, что он не уединяется там где-то, я сам по себе верю, а он ищет то общество, общение с верующими людьми, с ищущими Бога людьми. Да, по поводу скорбей, даже Соломон в свое время заметил, что при печали с лица, сердце делается лучше. Ну, как факт, наверное, заметил это дело. А возвращаясь к вашему вопросу, который вы задали, я не знаю, сколько времени уже назад, что всем ли надо проходить вот эти вот скорби и долины, или это только для некоторых служителей, или это для всех людей. Я как-то размышлял на этот, ну, для себя, для себя просто размышлял перед Богом на этот вопрос. Ну, как вот, как бы вот так вот, чтобы все люди наклонились своим сердцам перед Богом, просто вот взыскали Бога от всего своего сердца. Когда смотришь, ну, повседневная жизнь, ну, многих людей, в христианском обществе, особенно, ну, наполнено, ну, немало детей есть в семье, да, работать, надо же, чтобы свою семью содержать. И получается, ты хочешь, не хочешь, но у тебя очень много времени уходит туда, но чтобы окунуться в серьезное богоискание, тебе надо время. Там время равно общение, равно любовь. То есть, получается, чтобы возлюбить Бога, надо общаться. Чтобы общаться с Ним, нужно время. То есть, время без общения, оно не существует, времени без общения. Получается, если только, ну, за 10 минут общения в день, например, ну, это будет сложно возлюбить. Ну, чем больше ты отдаешь времени в общении, тем больше, если у тебя, ну, больше ты движешься к этому моменту, возлюби, возлюби. То получается, как же быть людям, которые живут жизнью, в которых, ну, такие вот обстоятельства, и винить их ни в коем случае, нельзя-то ведь в этом плане. И я для себя замечал, что вот и Слово Божие, особенно вот и со Старого Завета, Светхого Завета, да, там есть священники, левиты, первосвященники, задача которых, насколько я заметил, перед Богом была в том, чтобы самим ходить, ходить перед Богом, искать Его всем своим сердцем. То есть они были освобождены, фактически, освобождены от своей, от этой повседневной суеты. Они были освобождены для чего? Для того, чтобы взыскать Бога в своей жизни. И, ну, я говорю, как свою мысль такую, как бы свое заключение, что по мере ихнего взыскания Бога, присутствие бы Божие бы опускалось бы туда, на вот этот вот храм, ну, на то, где они находились. И само присутствие Божье, оно склонно наклоняет сердца людей к Богу. Ну, мы сами по себе, ну, черствые, мы, ну, нам трудно без Божьей помощи, без Божьей благодати это все это сделать. Но когда Бог нам помогает, когда Божья благодать приходит в нашу жизнь, это становится все намного легко. Оно как-то, как-то оно у Бога получается четко, классно, легко. И вот ему, Богу, эти каналы нужны. Каналы Божьей благодати, люди, проводники Божьей благодати, они нужны. В первую очередь, конечно же, это служители, ну, которые, у которых есть возможность искать Бога постоянно. О чем вот Давид, кстати, говорил не один раз. Давид же, будучи царем, и священником, и пророком, помните, да? Он говорил такую мысль постоянную. Ищите Бога непрестанно. Ищите Бога. Ищите Бога, эта фраза в его псалмах звучит очень сильно много. Ну, и слово еще непрестанно. Временами такую фразу тоже можно встретить. Ищите Бога непрестанно. То есть, когда один человек искренне, серьезно ищет Бога всем своим сердцем, то Божья благодать через жизнь этого человека, ну, она способна наполнять то место и как бы вот, ну, мотивировать других людей. Я не знаю, каким образом, там, меньше работать или им придется. Я не знаю. Бог знает, как это все сделать, как наклонить сердце людей. Ну, хотелось бы так, чтобы, конечно, те, которые служат людям и которые считают, что они служат людям в первую очередь, да, в церкви, вот мы, такие вот люди, сами по-серьезному очень сильно взыскали бы Бога. И верю, чтобы это бы смотивировало бы тогда и общий народ, ну, общий народ Божий наклонить свое сердце Богу. Насколько, если стержень крепкий и сильный, если этим стержнем является духовная зрелая личность, то ли в церкви, то ли в семье, то ли в стране или в обществе, который может привлекать, может увлекать, может показывать на источник, как ты говоришь, богопознания, источником богоискания, который может на секрет успеха, секрет победы в испытаниях. И помоги Бог, чтобы Бог вкладывал ту мудрость давал, давал те советы, руководил Духом Святым таким образом, чтобы мы могли действительно помогать нуждающимся, чтобы действительно в этих наших трудностях, в этих испытаниях, в этих скорбях все-таки мы видели, что есть победа, есть победа, есть возможность выйти победителем, есть возможность непобежденным, неисковерканным судьбой или дьяволом, неосмеянным, но все-таки в победе выйти, то есть и остаться Богу верным до конца. Во имя Господа мне говорят, осталось у нас несколько секунд, Алекс, спасибо тебе, спасибо за слово, спасибо за за то, что ты открыт для Господа, за то, что ты ищешь Господа, и то, что ты ищешь Господа, оно и другим является благословением, потому что важно, что мы не для себя только это делаем, важно, что мы делаем для Господа, и важно, когда результаты этого благословляют окружающих людей, поэтому Бог додаст тебе и впредь мудрости, откровения от Господа в твоих богоисканиях и желаниях угодить Богу, видеть Его лицо, да вознаградит и воздаст тебе Бог обильно, во имя Иисуса Христа весь народ сказал Аминь. Итак, друзья, спасибо, что вы были с нами на импакте, оставайтесь на влиянии, Иисус Христос, любит вас, мы также любим вас, будьте благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь.